Государственный музей спорта представляет цикл программ Герои Белых Олимпиад В гонке на 50 километров Михаил Иванов с самого начала задал высокий темп и почти всю дистанцию лидировал Однако ближе к концу гонки спортсмен Йохан Мюлек, выступавший за сборную Испании, стал резко сокращать отставание и за 3,5 километра до финиша вышел в лидеры Михаил Иванов в итоге пришел вторым Но Михаил Иванов не строил иллюзии относительно своей победы Он не раз наблюдал за соперником на соревнованиях и знал, с кем ему предстоит сражаться Однако российский лыжник впервые увидел, как Мюлек работает на подъеме и сказал себе Да, вот так выглядит собака Баскервилли в натуральном виде Рот в пене, глаза стеклянные, так может бежать только робот, но не человек И, вероятно, впоследствии Мюлек не случайно был пойман на допинге, дисквалифицирован и лишен олимпийской награды В связи с чем золото автоматически перешло к российскому спортсмену Удивительным было то, что в применении запрещенных препаратов Мюлек был заподозрен лишь спустя сутки Если же подобные истории случались с российскими спортсменами, необратимые решения о дисквалификации и лишении медалей принимались в спринтерском темпе Михаил Иванов сначала не поверил в лишение Мюлека золотой медали, а когда слухи подтвердились, надеялся получить награду в торжественной обстановке под звучание гимна России Однако все было гораздо прозаичнее Иванова вызвали в офис Международного Олимпийского комитета В Олимпийской деревне пригласили в маленькую комнату Там сидели сотрудники и занимались своими делами Иванову отдали его золотую медаль, потребовали вернуть серебряную Этим и закончилось все вручение Государственный музей спорта Хранитель спортивной истории